Девушки отдыхают Время, количество билетов. Не знали самого главного, кто сыграет в нем. К ответу шли целых 9 месяцев. И вот он, финал Лиги Чемпионов на ваших экранах. Добро пожаловать на самый лучший футбольный вечер этого сезона. С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич, а также лучший из лучших в клубном европейском футболе. Челси сегодня играет против Реала. Решающий матч Лиги Чемпионов уже здесь. Мы начинали наш первый репортаж, когда было 32 команды в турнире, а на дворе стояла осень. Сегодня теплее и осталось только две команды. Две лучшие команды, одна из которых станет лучшей из лучших среди клубов в Европе. Две лучшие команды, одна из которых станет лучшей из лучших в клубном европе. Перед нами состав Челси. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ И смотрим на состав мадридского Реала. Перед нами вариация на тему 4-3-3 сложной девяткой. Никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля. Эта самая девятка может оставить много хлопот соперника. Стартовый свисток. Мяч покидает центральный круг. Финал Лиги Чемпионов начался. Камовинга. Камовинга. Эдуардов Камовинга получает пас. Удар. Нет, этот гол засчитан не будет. Хотя все здорово получилось в атаке. Неплохой момент для нападения. Но пусть небольшой, но все-таки здесь был офсальт. Камовинга. Здорово отдал на ход. Довольно много внимания к нему было перед сегодняшним матчем. И это понятно. Сегодня он играет против своей бывшей команды. А это отличный повод для СМИ. Думаю, и болельщики сегодня особое внимание к нему проявят. И это, возможно, скажется на его игре. Не хотелось бы такого, конечно, потому что он игрок ключевой для своей команды. Посмотрим. Мне кажется, что он совладает. Можно забивать. Извини, что прерываю. Реал зарабатывает штрафной. Камовинга. Он накручивает соперников одного за других. Гол. Реал забивает. Счет в финале Лиги Чемпионов открыт. Повторяет нам гол. Очень хороший пас в разрез получился. Да, Каков завершающий выход один на один. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. Чемпионов не любит проигрывать, а значит будет атаковать еще активнее. Янкович. Спокойно они готовят свою атаку. Но не получилось у них удержать мяч, и он переходит к сопернику. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Удар. Братарь без проблем справляется с этим ударом. А вот и атака Реала. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперником. Эдуардов Камовинга получает пас. И пробил. Отличный сейв. Янкович. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Есть удар. И есть гол. Ты смотри, как здорово они сыграли сейчас. И теперь плюс два гола в их активе. Заявка на победу в финале. Как здорово он пас отдал. Очень уверенно это сделал. Я бы особо отметил завершающий удар. Просто мастерское исполнение со средней дистанции. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команда не остановится. Челси идет вперед по флангу. Не встречает их там никто. Удар. Куирин играет голкипер. И справляется с ударом. Через пас угловой разыграли. И пробил игрок. Спокойно и уверенно сыграл голкипер. Как хорошо он увидел партнера. И опасно с фланга идет. Ух ты! Ты видел? Я такое надолго запомню. Почти в упор к воротам. И настолько мимо мяч прошел. Никогда такого не видел. Эдуард Камавинга получает пас. Отличная игра на перехвате. И атака закончена. Отлично он мяч закрывает. Реал на половине соперника. Камавинга хорошая передача. И здесь ничего опасного не возникает. Арбитр видел нарушение, но даст Челси закончить. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. А это шанс один отыграть. Бей! Этот гол возрождает интригу в матче. Теперь разница в счете всего в один мяч. Повтор очень хорошего гола нам показывает. Рабочий такой мяч получился. Задавили они соперника своим прессом. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Две минуты добавлено к основному времени. Здорово держит мяч и продвигается вперед. Закончен первый тайм и будет перерыв на Тоттенхэм-стадиум. Раздался свисток судьи. И у нас продолжается финал Лиги Чемпионов. Отличные оборонительные действия. Кинунем. Отличная возможность забить. Что творит? Ах, какой сейф! Много говорили на разных уровнях о потенциальном трансфере. А сегодня мы можем точно сказать, что это уже свершившийся переход. Мне кажется, едва ли они могут окончательно поверить в свою удачу. Получить такого игрока за очень скромную сумму. Тащит вперед мяч. И есть варианты тут. Нет гола мимо ворот, мяч проходит. Он вышел 1-1 и оставалось только нанести завершающий удар. Он и пробил. Но пробил не точно. Эдуардо Камовинго получает фас. Отличная передача, но атака все-таки сорвалась. Янкович. Хорошо они мяч держат. Хорошо бьет. Хорошо вратарь играет. Денисиус. Вынужден последние минуты мадридский Реал играть без мяча. Отдать инициативу сопернику в конце матча и убежать в контратаку. Это как один из вариантов ведения игры. Так что все нормально. Удар поворота. И есть блок. Хорошо он партнера увидел. К сожалению, для атаки ничего у них не получилось. И виной тому поднятый флажок бокового арбитра. Флажок это следствие. Причина же в слишком раннем движении игрока. Не угадал с моментом. И пас пошел уже в офсайд. Они уже долго держат мяч в опасной близости от ворот. Челси держит мяч и не расстается с ним. Сыгранных мяч надежно. Как же вовремя он сыграл на перехвате. Камовинга. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда контратака может выйти очень опасной. Момент отличный сейчас для удара. И есть гол. Ты смотри, как здорово они сыграли сейчас. И теперь плюс два гола в их активе. Заявка на победу в финале. Повтор гола у нас очень хорошо. Они в контратаке сыграли перед тем, как забить. Но безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает крупно. 3-1 счет. Результативный получается матч. И Челси может играть. Мяч остался у них. Мяч покидает штрафную. Защита действует четко. 15 минут до конца основного времени матча. Хорошо увидел партнера впереди. Здорово читает игру воротарь. И раньше других забирает мяч. Камовинга. Есть шансы развернуть контратаку. Пол команды обыграл. Ничего себе. Вот как надо играть в защите. Здорово сыграл воротарь. Неприятный удар. Тренер Челси решил, что сейчас лучшее время для замены. Подает Камовинга. Вынести мяч как следует. Не удалось. Атака продолжается. И все. На этот момент заканчивается. Явно не получился тут подкат. Что скажет судья на это? Желтая карточка игроку Реал. Арбитр здорово разобрался в этой ситуации. 83-я минута матч. Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. Есть у него с кем сыграть в атаке. И с ударом. Ротарь справился с ударом. Замена в составе Челси. Угловой в пользу Челси. В составе Реала замена. Интересно, как перестроится игра. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Хороший прессинг соперник показывает. Янкович. Пасует вверхом. Вот что значит отличная игра в обороне. Венисиус. Мяч все ближе к воротам. Атака продолжается. Ну и все. Прозвучал финальный свисток. Судьба кубка определена. Вечная история на ваших экранах. Одна сторона без ума от радости. А вторая опустила головы. И понура смотрит на упущенную возможность. С наших позиций особо хорошо видно, насколько велик контраст радости и разочарования на поле. Но без этого никуда. Сегодня могло повезти только одной команде. И это абсолютно заслуженно. Они буквально сделали все и даже больше, чтобы поднять кубок над головой. Ну что, пора на подиум получить заслуженную награду. Этот кубок нужно гордо поднять над головой. Конечно, куда без этого. Кубок! 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 Пришло время наконец-то получить кубок. Игроки команды по одному заходят на подиум. Торжественный момент. Момент для фотокамер и истории. Поднятый кубок Лиги Чемпионов. Тут есть чем гордиться. Разумеет. Но гордость и история – это все в будущем. А пока что они рады, что победили. Рады быть здесь, на этом стадионе. Рады поднять кубок над головой. Молодцы, ребята! И теперь время для общего флота. Победители снова вместе. Пусть этот момент останется ярчайшим этим вечером. Это был отличный турнир. И это его достойные победители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова